Хм, это не так просто, как я думал. Все эти глаза, кроме последних двух, подходят к этому синему. Блин, ладно, придется здесь отгадывать абсолютно наугад. Я говорю, что ответ номер один, потому что, ну, этот вариант апельсин, а этот вариант вообще грин. Я отвечаю один, я уверен, что это будет точная победа. Ну что же, да, это был правильный ответ. Обалдеть, как я так угадал? Я сделал это наугад. Задание для тебя, мой дорогой подписчик. Я даю тебе ровно 5 секунд. Ну давай, я ушел, время пошло. Раз, два, ну давай, три, четыре, пять, все. Поставь лайк, если ты нашел одного синего, который отличается от всех остальных. Дам небольшую подсказку, их было два. А что, что ты на меня посмотришь? Да, это была подстава, и что? Стоп, 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 серьезно? Нам требуется отыскать одного синего вверх ногами, второго синего вверх ногами и третий апельсин, который вообще непонятно как выглядит, откуда он такой взялся. Я не понял, но первого синего я отыскал. Вот же он, посмотри. Ну, почему он здесь перевернут, непонятно. Но это куча-куча наклеек. Ставь лайк, если хотел бы себе такие наклейки. Дальше я нашел самое сложное. Апельсина. Реально, вот он, прямо в центре картинки. Апельсин у нас затесался где-то здесь. И остался последний синий, который как бы перевернут. О, кажется, я его нашел. Вот же он. Ну да, это было не сложно. И реально, трех персонажей из Радужных Друзей я отыскал буквально за пять секунд. А вот и правильный ответ. И, собственно, я угадал все верно. Напиши в комментариях, сколько баллов ты уже заработал. Ну, собственно, я пока что все угадываю, что было. А здесь будет сложно. Нужно отыскать три отличия. И, кажется, первый я нашел. Посмотрите на его корону. Здесь она выглядит вот так, как настоящая корона. А тут с ней что-то не ладно. И тут не хватает одного треугольника. Поэтому мы отмечаем это как отличие. Так, дальше нужно посмотреть на глаз. Смотрите, глаза у него вообще ничем не отличаются. Зато здесь у него есть усы. Какого фига у синего вообще есть усы? Он что, кот? Ну, давайте тогда мы здесь ему тоже эти усы и дорисуем. Точно такие же ему сделаем. Вот так и вот так. А может тогда еще и с другой стороны ему усы нарисуем? Может тогда и здесь ему усы нарисуем? Может тогда ему еще и бороду нарисуем? Ладно, ладно, ладно. А это уже слишком. Ну и, конечно же, самое последнее отличие. Здесь у него нет языка. А на второй картинке он взялся. Это значит, что на первой картинке нам нужно его дорисовать. Смотри, вот так вот и вот так вот. Да ладно, ладно, ладно. Я нашел три отличия. Это на самом деле было несложно. Вот они все. Давайте что-нибудь посложнее. О, нужно угадать персонажа по силуэту. На самом деле это может показаться сложным на первый взгляд. Потому что времени дают реально мало. Но ответ номер один. Сто процентов. Вот посмотри на них на всех. Ты сам поймешь, что ответ номер один. Давай, я отвечаю, а ответ А. Ну, показывай. Ес. Как и, впрочем-то, в первом задании. Ответ тоже был под самым первым пуктом. Ну что, шестой вопрос. О, это мое самое любимое задание. Пройди лабиринт от синего радужного друга. Да, какой-то девчонки, которая спряталась в коробке. Ну что же, синий стартует где-то отсюда. Предлагаю пойти сразу в самый низ. О, я знаю, тут есть выход. Мы сто процентов так доберемся очень быстро. Смотри-ка. Что? Я что, в тупик попал? Блин, ладно. Я думаю, что мой путь все-таки был где-то верный. Но свернул я не туда. Поэтому мы сейчас пойдем абсолютно по другому пути. Смотри, чувак. Ха, сейчас все будет. Я сейчас доберусь быстро до этой девчонки. Только вот есть одна проблема. Хотя, стоп. Нет проблемы никакой. Смотри, тут на самом деле несколько путей. И мы прошли до нее очень быстро. На самом деле. Я, кажется, сейчас увидел еще один путь. Если бы мы пошли вот так вот по верху. Свернули бы сюда. А потом бы снова сюда. То мы бы тоже до нее добрались. Я что-то не понимаю прикола. А, собственно, вы что, сделали самый легкий лабиринт в мире? Почему здесь несколько вариантов прохода? Это же не честно. Должен быть один. Ну что же, вот нам и показали правильный ответ. Но их реально несколько. Оказывается, я догадался до другого. Совершенно другого ответа. Ага, вы что, серьезно? Как я должен это угадать? Стоп, 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 стоп. Смотри-ка. Здесь есть реальный подвох. Нам же нужно догадаться, какие глазища здесь находятся. Мы можем их вот так вот примерить. Но мы ничего так не поймем. Единственное, что я вижу, это самый последний вариант. Его мы зачеркиваем. Это глаза синего. Но они перекрасили его в красный. Понимаешь? Они хотели нас обмануть. Дальше, вариант номер Б точно не подходит. Остается три варианта. И они все достаточно хорошие. Смотри, первый вариант по цвету не подходит. Ну слишком уж цвет отличается. Мы его тоже зачеркиваем. Дальше остается всего лишь два варианта. И кажется, я знаю, какой из них верный. Хотя можно легко запутаться. Но я зачеркну этот вариант. И выберу вариант номер Д. Ну что, я надеюсь, это будет правильно. Ведь время заканчивается, и это так. Фух, обалдеть. Я еще не получил ни одного минуса. Поставь лайк, если ты тоже. О, мое любимое задание. Здесь я никогда не могу отличить никого. Хотя, стоп. Первого я нашел. Смотри. Кажется, здесь у чувачка не хватает глаза. Ну, что ж, мы ему допилим. Я как бы не против. Второго я найти не могу. Напиши в комментариях, если у тебя получилось найти. Я не знаю, где он здесь. Посмотри внимательно на всех. Абсолютно просмотри их всех. И пиши комментарии. Я знаю, что у меня куча умных подписчиков, которые отгадывают реально лучше меня. Стоп. Серьезно? Отыскать нужно красного, оранжевого апельсина и зеленого, который фиг пойми как нарисован. Стоп. Зеленого я нашел сразу же. Вот же он. Погоди-ка, а где тогда оранжевый? Оранжевый снизу. Стоп. Это слишком легко. Это не честно. Я сразу нашел еще и красного. Ну, вы бы реально загадали вот эту вот крикозябру. Вот эту вот. Вот что это такое, а? Поставьте лайк, если реально тут можно было сделать сложнее. Потому что я это лично угадал легко. Не, ну может ты, конечно, не поставишь лайк. И для тебя это было сложно. Но для меня это вообще легко отня была. Три отличия. Ну, кажется, первое. Оно сразу понятно. И оно бросается в глаза. Хотя у доктора искать отличия сложнее всего. Смотри, здесь у него есть вот такая штучка на глазу. А тут ее почему-то нет. Нет, я, конечно, не против. Я могу дорисовать. Ладно, ладно, я не буду ничего дорисовывать. Ааа, дальше галстук. Посмотри на его галстук. Офигеть, как я это заметил. Здесь идет галстук вот в виде вот такой вот формы. Да, вот такой вот. Два ромбика. А здесь почему-то один ромбик. Как бы, ну ладно, я тебе сделаю другой галстучек. Смотри, теперь ты красавчик. И самое последнее отличие. Здесь у него есть рука, а здесь почему-то ее нету. Куда делась, непонятно. Но это было и вправду легко. Ооо, хо-хо. Вот это будет посложнее. Напиши в комментариях, если ты смог догадаться, кто же находится внутри этого силуэта. На самом деле это легко и можно догадаться буквально за одну секунду. Пиши в комментарии правильный вариант ответа. О, мой гад. Грину нужно добраться до роблоксера. Начнем с первого пути. Попробуем идти вниз. Хотя тут больше вроде как и некуда идти. И мы пойдем вот сюда, вот сюда, вот сюда. Да? Вы серьезно? Вы? Что? Я добрался сюда за одну секунду. Вот смотри. Если бы на самом начале они бы убрали здесь вот эту полоску, реально люди могли бы запутаться. Они бы не поняли, как этот лабиринт проходить. Но это, это что вообще такое? Это слишком легко. Собственно, вот и правильный ответ. Он был точно такой же. Я не понимаю. Пока что у меня нет ни одного минуса. За исключением, что я не нашел одну штучку вот эту вот отличающуюся. Ага. Глаза синему нужно угадать. Вот это реально хардовое задание. Вы посмотри-ка. Первое не подходит. Второе не подходит. Третье вообще не подходит, потому что он мультяшный. А синий-то на самом деле 3D-шный. Такой красивенький весь синий. И кажется, вариант ответа последний самый. Это самое, что первый приходит в голову. Потому что все остальные варианты, они слишком мультяшные. Да? Я был прав и здесь. О май гад. Ну вы серьезно? Как только я взглянул на все эти предметы, которые можно и нужно найти, я сразу нашел Грина, который у нас спрятался здесь. Хотя он нифига не спрятался, его сразу видно. Дальше я нашел вот эту кракозябру, которая пьется во рту. Она сразу же ниже Грина. Вы что, дураки? Это ж... Ну как вы так делали этот вопросник, если настолько все легко? Ну и конечно же, двух радужных друзей я тоже нашел, которые находятся с самого низу. Вы что? Господи, сделайте, пожалуйста, посложнее. Поставь лайк, если не боишься угадывать сложные вопросники. Давай прямо сейчас ставь лайк, посмотрим сколько нас. И если наберется реально куча лайков, я сделаю вопросник посложнее в следующем ролике. Давай, опа, погоди-ка, стоп, время-то уже почти закончилось. Три отличия-то надо найти. Здесь эти отличия вряд ли бы кто-то вообще заметил с первого раза. Но посмотри на его глаз здесь, потом посмотри здесь, и как бы вопросы отпадут. Первое отличие есть. Дальше у него тут вот двойной язык, а здесь почему-то одинарный язык. Но это ладно, понятно. Еще второе отличие. А вот третье отличие самое сложное. Но кажется, я его нашел гораздо раньше, чем ты думаешь. Смотри на его корону. Вот посмотри внимательно сюда и вот сюда. Нашел отличие? Ставь лайк, если нашел. Хотя это была серьезная подсказка. Что это вообще за рублоксер? Почему мы должны его угадывать? Это же не радужный друг. Это основатель радужных друзей. Точно. Это же он, да? Напиши в комментариях, если это так. Вариант ответа номер два. Я угадываю. Ты серьезно? А почему они отличаются? Первое и второе. Ааа, у первого ноги нет. Нифига себе. Вот это да. Я заработал свой первый минус. Да, поторопился, конечно, с ответом. Ооо. Опять эти самые легкие лабиринты. Хорошо, мы пойдем вверх, потому что больше идти некуда. Вот посмотри, если бы мы пошли не вверх, а вот сюда, то все, тут тупик. Блин, это странно, реально. Ладно, пошли вот сюда, вот сюда, вот сюда. Ладно, давай спустимся здесь вниз. Потом вниз, 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 вниз. Да ладно. Ладно, здесь меня подловили. Видимо, прошлый лабиринт они сделали специально таким легким, чтобы нас запутать. Хорошо. Хорошо, тогда мы пойдем по другому пути. Вот сюда вот наверх свернем и выберемся за одну секунду. Опа. Ну что, мой дорогой подписчик, это задание для тебя. Напиши в комментариях, какой здесь правильный ответ. Но для начала подпишись на мой канал. Кнопка подписаться у тебя на экране. А также посмотри предыдущее видео. Оно очень классное. Советую тебе на него нажать, кликнуть, посмотреть. Увидимся в следующем ролике, потому что сейчас покажут ответ. Пиши в комментариях. Пока.